Если каждый раз после похода по-взрослому в туалет вы чувствуете резкий запах неприятного, так сказать, вот этой нечисти, которая вышла и при этом необходим освежитель воздуха, то это очень яркий звоночек того, что очень плохо работает желудочный кишечный тракт и красное мясо просто противопоказано в этом случае на системной и частой основе. Вот эта история, что если с самого детства запах воняет, давай по-русски выражаться, то это тоже не норма. Это то, что мама передала дефициты ребенку, и ребенок вырастает, взрослый. Можно с этим прожить вообще легко. Вопрос качества этой жизни. Если один раз человек понюхает не то, что он в туалете, а новый уровень жизни, то есть когда у тебя куча энергии, у тебя ясно работает голова, у тебя ничего не болит, и ты обратно такой возвращаешься, думаешь, вау, круто. Именно поэтому в этом видео мы с вами проговорим не только про уровень амбиций здоровья в теме здоровья, но и проговорим про красное мясо, кому оно вообще можно, кому нельзя. А по теме детского питания и детского здоровья у нас в скором времени выйдет видео с детским нутрициологом, и я, естественно, буду вместе с этим нутрициологом в кадре, и мы будем разбирать эту полезную тему. Поэтому подпишитесь обязательно на канал, чтобы понимать, чем кормить ребенка с самого раннего возраста, и дать ему крепкое здоровое будущее. Ну, типа, если бы мне дали здоровое будущее, я бы лет 5 не восстанавливал систему пищеварения свою. Ну, вот реально. И поэтому слово «крепкое здоровое будущее» я вкладываю в то, что я 3 года своей жизни экономлю, и я занимаюсь своим, например, развитием, учебой, вместо того, чтобы, блин, решать проблемы со здоровьем своим. Вот это я закладываю слово «здоровое крепкое будущее». Давайте сразу, коротко по делу, разберемся, почему многим красное мясо реально категорически противопоказано каждый день, либо даже 3 раза в неделю. В нашем желудке есть соляная кислота. Когда мы кушаем с вами мясо, то задача, одна из самых важных соляной кислоты, это расщепить более большие фракции еды, белковой структуры, до маленьких кирпичиков белка, которые называются аминокислоты. Если в нашем организме недостаточно количества соляной кислоты, либо концентрация ее не очень высокая, то, следовательно, белок, который попадает в наш организм, а это самый, например, явный пример – это красное мясо, то это в дальнейшем может создавать брожение в нашем кишечнике. Как следствие, возникают различные рефлюксы, изжоги, гербы и все остальные болезни желудочно-кишечного тракта, пищевода и желудка. Но даже не про это я хочу сказать. Я хочу сказать, что есть причины развития снижения кислотности, из-за чего не усваивается белок, из-за чего реально человеку противопоказано на системной, часто основе потреблять красное мясо. Одна из таких причин, распространенная среди женщин гораздо больше, чем среди мужчин, называется железодефицит, или же уже более серьезная стадия называется анемия. Как может дефицит железа влиять на снижение кислотности? Когда мы с вами, например, имеем дефицит железа, то само железо, в том числе, как и витамин В12, оно помогает, так называемый, во внутреннем факторе касла, это процесс производства соляной кислоты, в достаточном количестве вырабатывать эту соляную кислоту. Если у нас есть железодефицит, мало самого железа, витамина В12, которые рука об руку идут друг с другом, то, следовательно, фактор касла, внутренний фактор касла, не так активно провоцирует синтез соляной кислоты. Как следствие, мы кушаем мясо, все начинает бродить. И поэтому людям, у которых есть железодефицит, самый важный симптом, знаешь, какой, вот это парадокс, им не хочется мяса, организм подсказывает, что тебе не надо мяса. И многие, к сожалению, неправильно интерпретируют это и думают, а, я, наверное, веган, наверное, у меня организм предназначен больше под растительные источники пищи, но на самом деле нет, это прям яркий звоночек. Поэтому, если вам не хочется животной пищи, это рыба, птица, яйца, тем более мясо или субпродукты, это прям явный звонок, что есть железодефицит, который, если вы не будете потреблять, то будет еще хуже ситуация с желудочно-кишечным трактом. Более подробно про железодефицит, причины возникновения железодефицита и что с ним делать, я рассказываю в другом видео, если вам интересно, обязательно посмотрите после того, как закончится это видео. Очень много парней приходит в последнее время с тотальным железодефицитом, потому что такое железодефицит, это ферритин, ну, у женщин это ниже 50, уже есть легкий железодефицит, у мужчин это уже когда ниже 30 микрограмм, то есть это прям большая проблема. И мужики приходят тоже вялые, бледные, сомнливые, ничего не хочется, мяса не хочется, мышечная масса малая, потому что с тестостероном все это связано, и восстанавливает нужный железодефицит. Внизу под видео есть ссылка на пост, в котором мы с командой сделали статью про продукты, лучший источник восстановления уровня железа. И это не свекла, не гречка, не яблоки, то, что принято считать. Слышал, да, чтобы поднять железо? Не слышал? Да, нужно есть яблоки, потому что там много железа. Это называется не гемовое железо, то есть оно по биодоступности, то есть насколько оно хорошо усваивается в 5-6 раз проигрывать, чем, например, не буду говорить, другим продуктам. Внизу почитайте более подробно. Следующая причина снижения кислотности, как следствие провоцированию, гниения белка и в том числе красного мяса, является гипотириоз. Гипо-недостаток, тириоз, тироидные гормоны. У нас есть щитовидная железа, которая вырабатывает тироидные гормоны, которая отвечает за выработку энергии в нашем организме, за то, чтобы наш желудочный кишечный тракт хорошо себя работал, и количество и концентрация соляной кислоты было достаточно нормы, чтобы расщеплять все белковые продукты. Но когда у человека есть гипотириоз, то у него создается эффект, называется гипоацидность, то есть недостаток концентрации вот этой соляной кислоты. Потребление красного мяса каждый день противопоказано, если у человека есть гипотириоз. Какие могут быть причины гипотириоза? Первое, самое распространенное, возможно, вы это слышали, что это влияние стрессов, так называемой активации симпатической вегетативной отдела нервной системы. Чего? Я сказал, сейчас непонятно. В общем, у нас есть вегетативная отдела нервной системы, которая регулирует наше бодрости, наше засыпание, наш сон, наша работа внутренних органов и так далее, и так далее. Он делится на две части. Это симпатический вегетативный отдел нервной системы и парасимпатический вегетативный отдел нервной системы. Симпатический вегетативный отдел нервной системы каждый раз у вас включается тогда, когда вы нервничаете. Даже если я громко хлопну, это есть небольшое вздрагивание и активация симпатики. Но это неплохо. Плохо, когда у вас постоянно симпатика активирована. Когда вы не просто прожили какой-то стресс, а когда вы проживаете каждый день, и вы, самое главное, создаете своими мыслями еще больше стресса. В основном все стрессы возникают из головы. Когда вы об этом постоянно думаете, Мыслемешалка активирует симпатику, как следствие снижает концентрацию гормонов щитовидной железы, как следствие снижает кислотность, как следствие красное мясо может гнить в вашем желудочно-кишечном тракте. Давайте еще очень коротко про другие причины. Это дипцит йода, возможно, вы слышали, и даже если вам кажется, что вам не нужен йод, или вам его запретили, это большое заблуждение, потому что гипотирез возникает на фоне дипцита йода в том числе. А ты приходи на льду? Каждый третий человек приходит с гипотирезом. Не, я сейчас не шучу, реально. Во всех проектах есть история про гипотирез, потому что это, ну, это вот прямо, ну, особенно у женщин, потому что у женщин щитовидная железа чуть менее слабее. Почему? Потому что тестостерон, есть мужиков, самая главная сила – это тестостерон. Реально, он может держать здоровье в целом. А вот у женщин нет такой концентрации тестостерона, и щитовидная железа, она более слабая. А еще мы находимся в тотальном просто дефиците йода, а еще куча проблем с питанием в современном мире, сахаров, булок, а еще тотальная гиподинамия. Не, реально, сейчас каждый третий-четвертый человек приходит с гипотирезом. Проблема с щитовидной железой – аутоиммунотериодит, это туда же. Гипотирез, гипертириоз, то есть переизбыток гормонов щитовидной железы, который возникает на фоне недостатка. Это очень сложный процесс, я не хочу в это углубляться, у нас там 40 минут занятий рассказывать про гипотирез. Но смысл в том, что да, это очень повсеместная проблема. И если вы хотите разобраться более детально вообще, откуда растут ноги еще, гипотиреза, или не только гипотиреза, например, проблема железодефицита, как его устранить, или проблема с поджелудочной железой, с желчным кислотами, с желчным пузырем, или в целом, как поддерживать свое здоровье, глядя в свою тарелку, потому что это самый главный наш лекарь и самый главный наш яд, который лежит каждый день в нашей тарелке. Важно разбираться, что есть лекарство, что есть яд. И для того, чтобы это сделать, я вам рекомендую искренне от души зарегистрироваться на трехдневное мероприятие, где мы и разбираем, первое, это самое главное, причины, так сказать, утечки, а потом, как восстановить дефицит какого-то элемента утечки из питания без лекарственных медицинских препаратов, и управлять своим здоровьем, внешним видом и самочувствием за счет простой пошаговой инструкции через питание и восполнение дефицитов витаминов. Внизу ссылка на мероприятие, регистрируйтесь, и мы вместе с вами проведем три коротких эфира абсолютно бесплатно. Ссылка внизу. Самое важное, что я хочу искренне до вас донести, я даже выбил это время в этом ролике, самое важное, что название видео немножко кричит, но самое главное, что если у вас есть реально железодефицит, либо гипотиреоз, либо в целом вы чувствуете, что мясо у вас не переваривается, и когда вы его поели, оно у вас все встало вот здесь, то это прям явный признак того, что нужно поработать с желудочно-кишечным трактом. Это не значит, что нужно отказываться раз и навсегда от мяса, это значит, что количество как минимум красного мяса, которое гораздо дольше переваривается, можно уменьшить до одного и даже нужно двух раз в неделю, потому что именно столько это минимальное значение, когда у вас будет и железо поступать, и хороший качественный белок, и витамин В12, который необходим нашему организму. Все есть яд и все есть лекарство. Вопрос именно количества.